всем привет мерчендайзинг опыт использования смотрите вы можете прочесть большую тонну книг о мерчендайзинге да это разновидность маркетинга все-таки да то есть это в первую очередь проходит те кто учится в вузе по маркетингу мерчендайзинг имеет достаточно древнюю историю но как ни крути его выводы они все равно укладываются в общую психологию что такое мерчендайзинг вот если объяснить совсем глупо это как расположить товар на прилавке чтобы привлечь гораздо больше денег на его покупку ну условно говоря получить прибыль в первую очередь если мы говорим о бизнесе любая цель для бизнеса это всегда получение прибыли а все остальные вещи в том числе комфортный социальный круг в коллективе да там высокая заработная плата для персонала что там у нас еще можем да там налаживание дружеских связей обширная коллективная деятельность вне компании то есть там всякие праздники там скидки там на изучение английского языка или спортзал и так далее тому подобное всегда цель бизнеса это получение прибыли да потому что это и есть смысл бизнеса если ты не получаешь деньги от своего бизнеса плохо это называется благотворительность и так мерчендайзинг значит смотрите условно можно разделить каждого клиента на три категории первое это человек заниженной самооценкой человек с нормальной самооценкой человек с завышенной самооценкой ну соответственно что мы делаем с каждой из этих категорий у меня будет плохо видно вот потому что я перемещаюсь я люблю перемещаться это привычка лектор смотрите человек с нормальной самооценкой должен получить нормальный качественный товар по доступной цене до соответственно из вашего магазина соответственно на он смотрит прямо прямо перед собой и вы выкладываете ему средний товар все просто товар который имеет средние продажи товар который имеет среднюю маржу да я надеюсь как бы не нужно говорить что это такое более-менее если кто-то смотрит это видео они понимают что если нет то опять же забивайте в яндексе или в гугле до узнавайте достаточно просто а это вторая категория до соответственно первая категория завышенная самооценка это люди смотрят вверх они поднимают подбородок они считают себя лучше других что им нужно предложить конечно самый дорогой товар самый товар который я бы не сказал что элитный в этом плане в плане качества например да он может быть достаточно противоречивым сам по себе он может быть скажем так достаточно творческим что то что можно попробовать но не обязательно вот это как раз для таких людей то есть этот клиент он готов финансировать что-то не очень понятное это человек смотрит вверх он витает в облаках соответственно предложите ему то что с высокой маржой либо имеет высокую стоимость либо имеет неоднозначные отзывы например человек который смотрит вниз у него заниженная самооценка он скорее всего подавлен он может быть подавлен по разным причинам да то есть например там проблемы в семье там я не знаю на работе прессовали там еще что-то денег нет там еще какие-то вопросы проблемы там и так далее приложите этому человеку качественный товар с высоким спросом то есть который имеет высокое количество продаж ну по сути хиты продаж и желательно входа стопной стоимости я вам гарантирую что после этого вы улучшите репутацию каждого клиента свои глаза вполне возможно что после этого пойдут хорошие отзывы где у вас например на яндекс картах на google картах в книге отзывов да независимо от того она у вас в бумажном виде либо где-то на сайте в электронном на самом сайте могут пойти хорошие отзывы одним словом этот простой мерчендайзинг позволит вам улучшить репутацию компании раз увеличить продажи два ну соответственно получить большую прибыль три дальше что еще если у вас достаточный ассортимент и достаточное пространство магазине вам лучше сделать максимально возможный лабиринт чем дольше клиент находится у вас в магазине тем большую прибыль он получит тем большую прибыль вы получите а он получит соответственно большее количество товаров и за него заплатит значит что делаем на то есть самый ходовой товар опять же хиты да какие-то мы ставим максимально далеко от входа и выхода кассу желательно тоже расположить так чтобы она была местом для допродаж допродажи это какая-то мелочевка но вот имеющие вторичные продажи относящиеся к вторичным продажам и что это может быть снеки в первую очередь да что-то перекусить опять же идет инстинкты что у нас к инстинктам относится еще презервативы можете предложить да что еще газировка какие-то я не знаю так небольшие полулитровые бутылки нормально и так далее и тому подобное соответственно клиент заходит ваш магазин проходит изначально товар не особо пользующийся спросом доходит до самого популярного товара для хитов до хитов продаж берет хит продаж идет к вам на ленту проходит опять же не популярные товары возможно еще что-то берет и пока стоит на кассе ждет предыдущего клиента пока его обслужив возможно возьмет еще что-то исторично из импульсивных покупок то есть то что я перечислил снеки вода альтервативы зажигалки там возможно да вот что то что мы видим супермаркет начали просто именно так работают супермаркеты именно так они завоевали рынок и собственно говоря мы видим подтверждение того что эта схема работает все достаточно просто попробуйте если у вас есть уже готовый бизнес либо вы открываете новый соответственно вы можете это применить достаточно легко и просто хорошего дня